Белорусская транспортная неделя Уже здесь наблюдается ажиотаж Людей очень много И нам посчастливилось застать на стенде Skyway Основателя технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого Добрый день, Анатолий Эдуардович Добрый день, не лукавьте Вы не застали, вы знали, что я здесь И я на открытии выставки должен был присутствовать Я действительно не был уверен, что вы здесь будете Потому что в Берлине вас не было У вас есть более важные дела Которыми вы заняты в основном в экотехнопарке Что все-таки заставило вас Почтить своим вниманием Белорусскую выставку, в отличие от немецкой Не надо таких громких слов Германия далеко И туда надо было ехать на неделю Вообще-то на выставке должны присутствовать Не руководители предприятия, а стендисты Они должны рассказывать, показывать Об экспонатах И у нас сейчас серьезная работа идет Идет стройка И самый ответственный этап Это монтаж путевой структуры Для двух трасс И поэтому, естественно, я занят Ну, можно сказать, круглые сутки На этой работе Ну, а в Нинске мы находимся рядом Поэтому не заехать И не видеть наше детище Мое детище Ну, я не мог Тем более, что сегодня будут члены правительства Я хочу тоже им рассказать о проекте Расскажите, пожалуйста Что мы представляем на выставке Ну, две машины Причем полноценные Это промышленные образцы Они некие макеты Из фанеры, как наши недоброзватели говорят Это машины, которые полностью укомплектованы И здесь есть ходовая часть Есть рама, есть салон Есть автоматизированная система управления Есть стыковочные узлы Есть даже, вот тут кусочек Покажем, в путевой структуре В масштабе один к одному И можно посмотреть Какой будет путевая структура Она очень будет компактна Это городской юнибус Он 14-местный На самом деле, он 25-местный Если взять нормативы Общественного транспорта Российского или Белорусского Где метро, например, 8 человек на квадратный метр Поэтому, если из этих нормативов сходить Где 25 человек должно перевозиться А мы взяли нормативы организации обидных наций Где 3 человека на квадратный метр Поэтому мы 14-местный То есть мы будем фиксировать нашу технологию По самым жестким мероприятиям? Да, я всегда говорю, что Мы из каждого требования Таких Педовых стран Как, допустим, США Россия Страны Европейского Союза Белоруссия Организация обидных наций Из каждого норматива Берем самый жесткий норматив Ну, допустим, по безопасности По электробезопасности По шуму По уместимости, да? И из этих жестких самых нормативов Проактируем машину Поэтому она будет сертифицирована Я охотно поверю в это Потому что в Берлине Мы провели эксперимент Вместо 14 человек Вошло 17 И оставалось еще достаточно много места Да, да, да Вы это подтверждаете, так? Здесь будет пол в пол Ну, здесь поэтому сделаны ступеньки На самом деле Перун будет на одном уровне И поэтому здесь может И инвалид-колясочник Спокойно объехать И здесь не будет перепада высоты Для него тоже присмотрим здесь место Антон Эдуардович Часто инвесторы спрашивают Обсуждают Чтобы снять все вопросы Расскажите В чем инновационность пола в Юнибусе? Кроме того, что там травка Какие-то бабочки, стрекозы Да, ну, во-первых, он красивый пол, так? Безусловно И в этом тоже инновационность Потому что это земля Мы ходим по земле При этом мы не разрушаем Потому что там прозрачный слой И даже бабочки Мы их не топчем, так? Ну да, после недели Берлина Смотр как новый, да И инновационность не в этом На самом деле Пол это сэндвич-панель Высокопрочная То есть пол является Как бы плитой Высокопрочной Которую выдержит, в принципе, слона Кстати, был случай В Германии Когда построили в Випретале Первому на рельсу дорогу Еще построили в конце 19-го века Там было две аварийные ситуации Один раз забыли гаечный ключ На пути А второй раз решили Перевезти слоненка Из зоопарка куда-то И когда его везли На речку Он проломил пол И выпал в реку И остался жив Поэтому прочность пола Она существенная Для транспорта второго уровня Поэтому это пол высокопрочный А я слышал, что он даже с подогревом Да, и это вот И это второе Вернее, третье Что является национальным Значит, греть надо У нас же зима бывает И бывает холодно Поэтому здесь должен быть Климат-контроль, да? И обогрев И поэтому лучше всего греть пол И поэтому здесь В верхнем слое Там электробогрев А внизу теплоизоляция Чтобы не греть улицу Вот все это в комплексе Является как бы инновационным Спасибо большое Что вы расскажете О других образцах Мы точно видим здесь Юнибайк Да, точно мы видим Юнибайк Это прогулочная машина Где можно и фитнесом заниматься Вот мы видим Что один из наших инвесторов Крутит велогенератор Правда, он несколько вял Это делает В данный момент Он инвестирует Свою физическую силу В наш проект Не, ну надо Если бы он был Как бы более интенсивно крутил То я Вот на этой бы Энергии Можно было развивать Скорость 60 км в час Но Скорость вообще Расчетная Юнибайка 150 км в час И Остальную энергию Дают аккумуляторы Поэтому фактически Тот, кто крутит Педаль Заряжает аккумуляторы А аккумуляторы Уже потом Запитывают привод А привод Работа привода Регулируется Автоматизированной Системой управления Поэтому Юнибайки Едут все По трассе С расчетной Скоростью Независимо Крутит кто-то Педаль Или не крутит Иначе Не будет логистики И будет небезопасно Спасибо большое Скажите пожалуйста Какие вообще Варианты Исполнения Юнибайков Есть Я слышал Что бывает Трехместные С различными Вариантами Педальных узлов Количеством Точнее Мы здесь Представляем Явно двухместные С одним педальным узлом Да Может два Может без них быть Может быть одноместный Может быть и четырехместный Там Целая линейка Но Я хотел бы Обратить внимание На другой факт На экономичность Эффективность Вот если перевести Электрическую энергию В топливо То Юнибайп При скорости 100 км в час Будет потреблять 0,6-0,7 литра На 100 км в пути Вот что самое главное В этой машине То есть это Ну даже мопеды Он более Негозатратный То есть даже без работы Ногами Даже без педалей Нет Это не важно Это количество энергии Которое нужно Для движения Со скоростью 100 км в час 100 км в пути Он проедет На аквелленте 0,7 литра топлива А эта машина Это Ну аналог автобуса Да 2,7 литра На 100 км в пути При скорости 100 км в час Это самый экономичный Транспорт Аналог автобуса По вместимости Но не по Вместимости Не по параметрам Безусловно Поэтому таких машин Ни в мире нет Мы переживаем весь мир И если Допустим сравнить Это что же электромобиль Говорят Это не электромобиль А что же это Это полноценный электромобиль Сравните с Теслой С известным автомобилем Илона Маска Эффективность его В 10 раз примерно Выше По энергозатратам на движение В 10 раз Это порядок Спасибо большое За интервью Анатолий Эдуардович Уже собираются люди Вас ждут Подписывайтесь на наш канал YouTube Следите за обновлениями новостей На официальном сайте Межуроводной группы Компании Skyway По адресу rsv.defisystems.com Поддерживайте наш проект И тогда вы всегда будете В самой гуще инноваций Не зря же нас сюда пригласили Строй Skyway Спасай планету Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите новости Skyway В которых мы рассказываем вам О разработках и внедрении Прорывных транспортных технологий В последнее время Мы в основном информировали вас О премьере технологии Skyway На выставке в Берлине На Транс-2016 Где на суд мировой общественности Были представлены Образцы подвижного состава Skyway Действующая модель путевой структуры Но что же делается С основной С настоящей путевой структурой Ответы на этот И на многие другие вопросы Мы сегодня постараемся получить С помощью главного технолога Закрытого акционерного общества Струнной технологии Виктора Рудковского Здравствуйте Здравствуйте Вот рояль в кустах Очень кстати оказался Расскажите Что это такое И где мы с вами сегодня находимся Находимся мы на предприятии ОАО Строитель Прогресс Наш основной подрядчик По всему этому действию По всей металлоконструкции Как для высокоскоростного транспорта Так и для легкой транспортной структуры Ранее мы уже были здесь Видели Секции Части и секции сборной конструкции В общем Которую мы принимали И Совместно С представителями тоже нашей организации Это уже какой-то очередной промежуточный этап Как я понимаю Скажем так Промежуточный этап Основных сборочно-сварочных работ Даже скажем так Финишный этап То есть то что мы видим Это по сути По сути вот то к чему мы стремились Все это время Там на офисе У нас на проспекте Дзержинска То есть проектируя эти вещи Это вот в общем-то результат В железе, в металле В данном этапе Происходит сейчас Доработка некоторых элементов Нюансов То есть Почему мы сюда и приехали Собственно Значит Составление контрольной карты замеров Которую делали и ранее В общем-то Здесь она более объемная Более обширная Дальше после этого этапа Значит вся эта металлоконструкция Идет на заливку Раскостных элементов Раскостной решетки Спецбетоном Тоже испытание, которое мы проводили Ну и после чего Нанесение финичного покрытия Защитного И отгрузка на монтажную площадку Ну вот последовательность Как бы работа такая Спасибо большое Ну как мы понимаем Это не первая Не последняя Секция Я вижу, что здесь Еще на территории Предприятия В производственных площадях Находится очень много Других элементов Для следующих Секций Расскажите, пожалуйста А что это такое? Да, ну вот мы видели Секцию Секцию в сборе Вот Это один из элементов Скажем так Раскостная решетка Ветровые раскосты наши В общем-то С вставленными туда Это она внизу Так, да? Вот она в данном случае внизу Но положение Значит скажем так Рабочее положение Это металлоконструкции Переверное То есть грубо говоря Получается вот это Сейчас она находится Она в перевернутом положении Да, вот это вверх То есть вот это вот Вот это вот пояса Они же рельсы Для высокоскоростного транспорта Вот это вот для городского То есть ну со стапеля было удобнее В общем-то поставить Достать сейчас так На данном этапе Я думаю Собственного говоря, да Ну и если мы пройдем немножко вперед Увидим Где в общем-то мы собираем Все это Основной сборочно-сварочный стапель Скажем так То есть отсюда оно поступает На стапель Потом уже на финишную отделку Как я понимаю Туда Потом еще где-то там Заливается бетон Покраска Здесь мы Здесь мы в общем-то делаем замеры Смотрим геометрию Делаем доработку Вставку технологических Роскосов перемычек Если это необходимо Ну какую-то доводку Финишную По части металла По части точности конструкции Сопоставив с чертежами Имеющимися здесь Вот Дальше эта металлоконструкция Поступает на определенный участок Где идет подготовка К бетонированию Роскосов Основных наших Ну и собственно Цех Дроби струйки Окраски Всего остального Это сборочно-сварочный стапель Основной Здесь собирается Такая же секция Которую мы видели Не секция А уже объемная Объемная ферма 12,5 метров Часть Готовая часть Элемента нашей структуры В общем-то Ну Вот как-то так Все ясно Ну а здесь Как я понимаю Боковые части Путевой структуры Левая и правая Соответственно А вот это Как бы Верх Грубо говоря То есть Ну в технологии сборки Собираем сразу Левую и правую части Соответственно Смотрим Какая геометрия получается Дальше Выкладывается Левая часть Часть правая И вставляется Роскосная решетка Уже в общем Талла конструкцию Соответственно В структуре Общей оснастки Нашей всей Вы Можете это рассказывать? Вас уполномочили? Не слишком ли Много секретов Мы раскрыли? Ну Скажем так Секреты Они внутри конструкции Как конструкция работает В общем-то Мы говорим с вами О том Что мы проектировали И что мы получили В итоге Спасибо большое Виктор За Ну даже Более исчерпывающие ответы Чем я предполагал Мы с вами в Экотехнопарке Как вы наверное Уже догадались И пока мы ожидаем Прораба Подрядной организации Я хочу вам рассказать О том Неприметном Казалось бы Здании Временном Точнее Сооружении Которое Находится За моей спиной Несмотря на то Что нам Нельзя снимать Что происходит Там Внутри Я хочу Чтобы вы все знали Там Творится История Субтитры Мы вас уже познакомили С тем Как обстоят дела С изготовлением Путевой структуры Для Высокоскоростной линии В силу Конструктивных Особенностей Там Большая часть Работы Проводится Под крышей В производственных Промышленных Условиях А что касается Легкой Линии Для Юнибайков То здесь Большая часть Работы Проходит в Экотехнопарке Где мы сейчас С вами И находимся Мы Побеседуем С прорабом Организацией Которая Занимается Как раз таки Сборкой И последующим Монтажом Если не ошибаюсь Легкой И впоследствии Грузовой Транспортных Систем Добрый день Добрый день Представьтесь Пожалуйста Меня зовут Демидович Кирилл Производитель Работы ООО Промтехмонтаж Скажите На какой фазе Находится Монтаж Легкой путевой Структуры Скайвэй На данном этапе Мы производим Укрупнительную Сборку Подвесного пути Соответственно Сварочные работы И Растяжка Самого Непосредственно Подвесного пути На данный момент У нас Идет сварка Производится В этой палатке Да Непосредственно Здесь Идет И Подготовительный Весь процесс Сварочный процесс И Зачистка Самого Подвесного пути А потом Это каким-то образом Вытягивается И все новые Новые Рельсы Можно так сказать Поступают сюда И Она Растет вдаль Вдаль Да Я смотрю Уже достаточно много Сделано По-моему Больше половины Больше половины Почти уже выполнено В соответствии Когда будет выполнен Непосредственно Весь подвесной путь Дальше будет Производиться Затяжка Троссового пути И его Моноличивание Спасибо большое Но насколько я в курсе Уже и на третьей линии То есть на грузовой Начинаются работы То есть Все три Транспортные системы Монтируются Практически одновременно На какой стадии Грузовая находится сейчас Трасса На данный момент На прошлой неделе Поступили металлоконструкции Погрузочной линии Соответственно На сегодняшней Грузовой линии Извиняюсь На данный момент У нас производятся Все измерительные работы Выверочные И На следующей неделе Мы приступим Непосредственно К монтажу Станции натяжения Спасибо большое Подписывайтесь на наш канал YouTube Следите за обновлениями Новостей На официальном сайте Международной группы Компаний Skyway По адресу RSV Defisystems.com Поддерживайте наш проект И у вас все в жизни Будет путем Строй Skyway Спасай планету Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите новости Skyway В которых мы рассказываем вам О разработках и внедрении Прорывных транспортных технологий Как мы вам уже сообщали С Анатолием Эдуардовичем В одном из последних Репортажей Из Экотехнопарка До испытаний Подвижного состава Остались не недели А дни Так вот Сообщаем Что эти испытания Уже успешно проводятся Но обо всем по порядку И лучше всего Об этом поведает Естественно Генеральный конструктор Skyway Анатолий Эдуардович Юницкий Добрый день Анатолий Эдуардович Добрый день Вы правы Действительно Не один день уже идут испытания Тестовые Естественно Но то что поедет колесо по рельсу Было понятно уже всем Не могли бы вы рассказать Что именно мы здесь испытываем Ну не забывайте У нас колесо необычное Рельс необычный Поэтому многие не верят Что поедет Но прежде чем проводить испытания На тестовых участках Мы должны испытать Ходовую тележку Для того чтобы смоделировать Разгон Торможение Потом позиционирование Мы ведь позиционировать Должны на станциях С мощностью до 10 мм Чтобы дверь открыть Какие ускорения Есть ли нужное сцепление с рельсом Не просказывает ли колесо При разгоне Ну и естественно Шумы Ну мы всякие присутствуем Тут идет полноходом работа И слышна И слышен шум небольшой От нашей дороги Ну потому что Мы смоделировали дорогу Но эта дорога не настоящая Не струнная Здесь обычно Стальная балка Выполнена в виде фермы И я вспоминаю эти старые фермы Мне очень нравятся Советские Когда там Какая-нибудь целина И вот зовут на обед Там доярок Трактористов В рельс Постучали по рельсу И за 3 км слышно Побежали на обед И мы знаем Как железнодорога слышна Она слышна на километре За километре А здесь шум на самом деле Небольшой Но в нашем Вот Модели нашей дороги Нет бетона А причем бетона специального Ну и здесь он не нужен И мы Который собственно Будет гасить шумы Потому что за счет Всего внутреннего трения Бетон гасит Весь депозон Колебаний и шумов От ультразвука До ультразвука И мы тоже здесь меряем Шум Сколько децибел Что потом оно было сравнить С шумом на дороге Где Нет пустотелых конструкций А они заполнены будут Специальный бетон И вот эти все испытания Мы проводим уже не один день Чтобы Потом Терешку Она полностью здесь Она не смоделирована Настоящая Ходовая тележка Если я правильно понимаю Это та тележка Которая стояла В юнибайке Которую достали Для того чтобы довести Перед тем Как поступит И юнибайк И юнибус На ходовые испытания Полноценные В экотехнопарке Потому что мы сделали Потому что мы сделали Не макет Юнибайка А промышленный образец Со всей начинкой С ходовой частью Естественно С рамой И так далее Несущая Так вот Ходовая часть Несущая рама И все что на ней размещено Там и аккумуляторы Накопители энергии Которых хватает Например на день испытаний На целый день Там до 200 километров Может потом На аккумуляторах Юнибайк проехать Похоже на поточный накопитель Из фильма Назад в будущее Ну что-то даже Так Тут Инвертор стоит Тут Стоят И элементы Которые обеспечивают Микроклимат В салоне У нас же салон Термолегулированный И там Комфорт Соответственно Не только Нужными температурными режимами Но и Чистый свежий воздух Должен быть Поэтому там должны быть Соответственно Фильтры Стоят Вентиляторы Обогреватели Кондиционирование Должно быть Это тоже все размещено На ходовой тележке Ну и естественно Система Автоматического управления Она тоже размещена На ходовой тележке Сама система И силовая рама Ходовая часть С подвеской То есть Это все то Что является Собственно Сердцем Любого Транспортно-средства И любого И мы Вот это сердце Испытываем Вот здесь Отдельно От организма Скоро мы Соединим В одно целое И вот это целое Мы уже планируем В середине ноября Поставить на ходовые Испытания На Китинопарке Спасибо большое Я так понимаю Что вот этими Испытаниями Мы ответили На происки Всех Недругов Критиков Проекта Чувствуете ли вы Что уже Утерли всем Нос Или только Подходите К этому ощущению Ну Можно все равно Скажем Что это из фанеры Сделано Надо Подойти Подключать голову А звук наложен А звук наложен Конечно А это вообще фонд На самом деле Так Ведь все что угодно Можно говорить Но Мы реально Делаем Реально работаем Реально даем результаты И Ведь это вот все Вот я сам Как вот я сумел Оторганизовать За год Там был Танковый полигон Там Ямы были Глубиной 2 метра Вы же помните Бурьян Как мы Там Деревья рубили Кусты Да Облагораживали территорию Это было год назад Все Благородному делу Господь Бог помогает Конечно И сейчас смотрите Уже две машины Целиком готовы Уже первая Тестовая трасса Будет готова Потом буквально Через Пару месяцев Будет вторая И где-то через 3-4 месяца Третья Где уже И мы еще другой Подвижной состав готовим Крону этого У нас есть еще Другой тип Городского Я пока Не буду говорить Детали Он будет В виде В виде Небольшого поезда И грузовые Юнитраки Мы тоже Уже приступили К изготовлению Рабочая документация Уже есть Для того Чтобы возить Цепучие И штучные И жидкие грузы Анатолий Эдуардович Хотелось бы Также спросить А насколько Приближены К оптимальным Или к естественным Условия проведения Эксперимента Ведь поскольку Ездит Одна ходовая часть Или тележка Без Самого Юнибайка Там распределение Веса И прочие Характеристики Учитываются ли? Безусловно Учтены Эти характеристики Это не просто Пустая тележка Ну Ходовая часть Здесь смоделирована И нагрузка От Корпуса Юнибайка И пассажиров Поэтому Эта тележка Нагружена Еще нагрузкой 500 килограмм Она подвешена Эта нагрузка Поэтому Здесь Не смоделированы Только Ну Габариты И Допустим Там Парусность Или ветровые нагрузки Ну Это мы уже там Смоделированы В экотехнопарке А все Массовые Инерционные Вот эти Характеристики Они здесь Соблюдены То есть Самое главное Мы проводим Скажем так В тепличных В идеальных В удобных Для работы Условиях В цеху Нашего опытного Эксперментального Производства И по большому счету Если все успешно Пройдет здесь Это будет практически Ну как я понимаю Процентов на 90 Гарантии Что все точно так же Пройдет и в экотехнопарке На 100% Гарантии Какие 90% Здесь смоделировано Все Ну Не смоделировано Только допустим Погодные условия Ну если Двигатель Автомобиль Работает на стенде Наверное под капотом Он тоже будет работать Поэтому У нас будет свой капот Мы же Оденем потом Корпус Защиту Всю Да От дождя От ветра От снега И там Внутри В этом пространстве Будут тепличные условия Для оборудования Такого же Как в цехе Спасибо большое Откройте Самую страшную Тайну Скайуэй Кто будет Первым Пассажиром В юнибайке Никто А я слышал Что ваши коты Нет Нет Нельзя Дело в том Что до Сертификации Это запрещено Не Ну я не говорю Нарушение будет После сертификации Да Ну после Нет После я должен быть Я первым Я должен стать Под дорогой Первым Чтобы показать Не упало Не обрушилось И я должен Сесть первым Чтобы Быть уверен Что не погибнут Люди Которые там будут Делать Это я должен быть Вы настоящий капитан Спасибо вам Я переполняем Всякими чувствами Все исключительно Позитивные Прежде чем Мы завершим Репортаж Скажите еще То что вы хотите Но я Почему-то Об этом Вас еще не спросил Ну И что В главном И что еще важно Мы стоим В нашем цехе Испытания Идут В нашем цехе На нашем заводе Мы находимся В цехах Опытного Производства Юнибус Опытно-экспериментального Производства Юнибус Мы Я не имею ввиду Зао Струнные технологии И себя Потому что Совладельцами Всего-то являются Наши инвесторы Акционеры Которые Прибыли Долю В общем бизнесе Технологии Они тоже Совладельцы Вот И это Очень важно Потому что Совсем недавно У нас Ничего этого не было И мы буквально На коленке Все делали Сейчас нет У нас Серьезного Производства Оснащен Достойным Оборудованием Которое Мы сейчас Это производство Расширяем Мы приобретаем Очень серьезное Оборудование Сейчас Потому что Мы намечены Уже Скоро перейти К мелкосерийному Производству От Одиночного Производства К мелкой серии А потом уже К крупной серии Потому что У нас Много сейчас Потенциальных Заказчиков Которые В ближайшее Время Будут Приезжать Нам Готовы Приехать Чтобы Ознакомиться С нашим Производством И оценить Способны ли Мы Изготовить Подвижной Состав И путевую Структуру Для реализации Адресного Проекта В ряде Стран Я не буду Называть Эти страны Их Около Десятки Но вы Скоро В одну Из этих Стран Едете Насколько Я знаю Да Буквально В понедельный Эти адресные Проекты Как я понимаю Мы должны Еще пройти Сертификацию И это Начнется В Экотехнопарке Не могли бы Вы по срокам Сориентировать Потому что Все наши Партнеры Очень интересуются То что мы видим Это тоже Элементы Сертификации Это не просто Мы сделали И моделируем Работу В том числе Путевую структуру Это часть Сертификации Она идет А завершим Мы ее Весной В следующий год Спасибо большое Анатолий Эдуардович Подписывайтесь На наш канал Ютуб Следите за обновлениями Новостей На официальном сайте Международной группы Компании Skyway По адресу RSVDEFISSTEMS.COM Поддерживайте Наш проект Ибо в нем Мечты Сбываются Строй Skyway Спасай планету Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите Новости Skyway В которых мы рассказываем Вам о разработках Внедрении прорывных Транспортных технологий Мы продолжаем Наши репортажи С выставки На Транс 2016 В Берлине И сегодня мы Беседуем с главным Конструктором управления Подвижного состава Закрытого акционерного общества Струнные технологии Андреем Дмитриевичем Зайцевым Доброе утро Андрей Да, доброе утро Третий день выставки Самое утро И надеюсь Успеем что-то рассказать Пока До прихода посетителей Дело в том Что сегодня День для всех желающих Два дня для специалистов прошли И ожидается Наплыв просто огромный Завтра как минимум На нашем стенде И это мы знаем точно Побывает 300 человек Адресно Давайте начнем Не теряя времени Предлагаю рассказать Немножко про Юнибус Мы с радостью Принимаем Ваше предложение В дверях которого Мы сейчас и находимся Что такое Юнибус Еще раз повторить Это транспортное средство Для городской Транспортной системы В исполнении Представлено на выставке Монорельсовой То есть Предназначен для Передвижения По Одному из рельсов Путевой структуры Вместимость 14 человек При полной массе 3250 килограмм А некоторые наши зрители Высказывают сомнения Что сюда войдет 14 человек Мы сегодня Первых же посетителей Попросим нам помочь И просто Физическим экспериментом Подтвердим И развеем Это сомнение То есть Подтвердим Что это так И развеем Любые сомнения А многие также говорят Что не нравится Что всего лишь два сидения Я уже написал в своих комментариях Что хоть полки развешай Как в купе То есть Это один из десятков вариантов Правильно ли я понимаю? Это же предложенный вариант Первый Мы увидим Во-первых Отзывы Потенциальных потребителей И мы готовы Менять это В лучшую сторону Или развиваться По желанию в худшую Что не сложно А в чем инновационность Этого пола Так же люди спрашивают Ну Перед тем Как Сказать про пол Я бы сказал В целом Немножко про конструктив Так К половому вопросу Перейдем в конце Хорошо Согласен Изготовлен На основе Прочного Алюминиевого каркаса Прочного При этом легкого Поскольку Алюминиевого И уже На алюминиевый каркас Вакуум Формовкой Скажем так Вклеен Пол и потолок То есть Это У нас Такая Получается Монолитная Сэндвич Панель Вверху и внизу Которая добавляет Жесткости И в принципе Вся конструкция Если ее рассматривать Как в расчетной схеме Приобретает Форму Похожую на Глутавровое сечение Являющее Самым жестким При Сравнении Общепринятых Расчетных сечений Скажем так В этом Как я понимаю И есть инновационность А не то Что здесь Нарисована травка Которая многим Так нравится Отчасти Травка Это Опять-таки Наша версия Исполнения Конкретной Первого образца Отсылка Ну Хотелось Что-то такое Добавить Живое Напоминающее Людям Что кроме Асфальтовых Дорог Есть еще Или была еще Когда-то Зеленая травка Под ногами Под ними Где-то Возможно Еще есть Да Мы собираемся Им вернуть Правильно Да И хотелось бы Добавить Что еще Что пол У нас Обогреваемый То есть Вот в этот Сэндвич Пакета Который Я рассказывал Заложенный Нагревательный Элементы То есть Тем самым Мы Прогреваем Кузов Транспортного Средства Там Где это Нужно В той Точке Где это Нужно Именно Внизу Холодный Воздух Подаем Сверху Я могу Добавить Что стоять На таком Полу Явно Приятнее Чем Сидеть Попробуем Давайте Попробуем Дополнительно Поскольку Пол Он Наливного Типа Обычно Самонивелирующийся Да Скользкие Покрытия Дополнительно Он покрыт Специальным Лаком Который Позволяет Который Делает Пол Менее Скользким И при этом Более Вынослив На Истирание Значит Далее Стекла Хотелось бы Отметить Использован Стеклопакет Из Непростого Стекла Это Поликарбонат То есть Это Скажем так Вещество Которое При том Что он В два Раза Легче Чем Обычное Силикатное Стекло Он при этом В 25 раз Прочнее Этого Стекла Ну Обычного Стекла Стеклопакет То есть Это Два Стекла Для Улучшения Термоизоляции Кузова И Снижение Затрат На Обогрев Либо Охлаждение Пассажирского Салона То есть Это Совсем Не Фанерная Конструкция А Инновация На Инновации Не Только Пол Правильно Ну Наверное Так То есть Он Прочный И Ну Даже Если По нему Хорошенько Разогнавшись Ударить Кирпичом Ничего Не Произойдет Впечатляет Два места Мы можем Наверное Присесть Посмотреть Насколько Здесь Удобно Двоим Располагаться Давайте Почему Я делаю Атомация Потому Что Наверное Видно Что Пропорции Кузова Таковы Что Он Очень Высокий Но При этом Очень Узкий Но По-моему Удобно Да Почему Узкий Потому Что Естественно Где Основные Потери При Высоких Скоростях Происходят Это В Аэродинамике 90% Поэтому Основной Задачей При Создании Дизайна Ну Одной Из Основных Задач При Создании Дизайна Было Добиться Хорошего Коэффициента Аэродинамического Сопротивления И Собственно Проверка Установила Что Для Этой Модели ЦХ Равен 0.11 Ну Если Память Не изменяет 0.11 То есть По сравнению С автомобилем Легковым Это В три раза Лучше Как Немного По сравнению Со Спортивным Автомобилем Так Что Сказать Про Унибус А вот Скажите Звуковая Система Это Харман Кардон Бенген Олфсен Очень Хорошо Звучит Я думаю Нашим Монтажерам Будет Меньше Работы Не Надо Будет Музыкальную Подложку Подбирать Вот Она Уже Готовая Ну Что То Вроде По крайней Мере Это Hi-Fi Аппаратура Ладно Я Марку Ну Не могу Конкретизировать Так Точно Возвращаясь К Вместимости 14 человек В одном Юнибусе Я к чему Хочу подвести Собственно К производительности Которую Может Обеспечить Вот Такой Небольшое Транспортное Средство Особенно Находясь На Рамках Инотранса Приходится Часто Отвечать Последителям На этот Вопрос Потому что Ну что На транс Это В основном Поезда Трамвай То есть Крупная Пассажирская Техника И Пока У людей Ну Не понимаем Как Почему Он такой Маленький Им это Непривычно Тем не менее Насколько Я знаю Вспоминая То что Рассказывал Анатолий Дородович Иниски Кстати Насчет Маленького Что Если Полностью Организовать Согласно Рекомендациям Skyway Линию То Ее Производительность Будет Два раза Выше То есть Она Сможет Два раза Больше Перевозить Пассажиров Чем Московское Метро Ну Давайте Просто Посчитаем Чтобы Не голослов Да Два Четыре Раза На линии Транспорта Установлен Минимальный Минимальный Скажем так Временной Интервал Безопасности При котором Мы способны Контролировать Сюю систему То есть Движение Торможение Этот интервал Составляет Две секунды Что соответствует Международному стандарту По Передвижению Подобного рода Транспортных средств Подобного рода То есть Перемещающихся В автоматическом режиме Я имею в виду Две секунды Да Значит ли это Что люди За две секунды Должны будут Войти И выйти На остановки Нет Две секунды Это интервал Когда транспорт Едет уже По трассе Время выхода Будет От пяти До десяти секунд Но Логистика Движения Подбирается Таким образом Что они Уходя со станции Один другого Догоняют И дальше Выстраивается Этот интервал Двух секунд Так вот Исходя из двух секунд То есть Что мы имеем Что при движении Так Мы выходим На пятьдесят тысяч Пассажиров в час Это перевозка Одной Участка Транспортной линии Соответственно Пятьдесят тысяч Пассажиров в час Ну пусть не Двадцать четыре Часа в сутки Ночью Люди спят При двадцати часах Мы выходим На миллион пассажиров В сутки Это Одной линии Ну а если дальше Сравнивать С метро С метро Ну например Московское Ну я по крайней мере Слышал такое сравнение От Юницкого Потому что пока Цифры звучат Вроде не в нашу пользу Да У нас миллион А у них По актуальной статистике Шесть целых шесть десятых Миллионов в сутки Надо понимать Что Мы у нас считаем Одну линию А у них Весь Московский Метрополитальный Это тринадцать Действующих линий То есть просто Мы делим Пассажиропоток На тринадцать Мы получаем Пятьсот тысяч Пассажиров В сутки По одной линии То есть это В два раза Мы Выиграем Уже Московского метро А если взять В внимание Что Вообще Средняя поездка По статистике Того же Московского метрополитена Составляет Тринадцать километров То Получается Что Московский метрополитен Не тринадцать Линей Как бы Условно Двадцать пять Линей Действующих И В этом случае Уже их Производительность Получается Двести 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 пятьдесят тысяч Пассажиров В сутки То есть у нас Есть запас По московскому метрополитену В два То есть в четыре раза Да В два Либо в четыре раза Это Ну на пределе Понятно Мы можем Корректировать Мы На счет На счет двух секунд Вопрос был Не потому Что я вчера Родился А просто я Озвучиваю Вопросы Наших зрителей И комментарий На счет Двух секунд Как я понимаю Это все поддерживает Автоматизированная Система управления Мы же Привезли сюда Эту Автоматизированную Систему Которую мы Демонстрируем На наших Моделях Один в десяти Может быть Покажете Как она действует Реально Пусть и В меньшем Масштабе Давайте Перед нами Модель Действующая модель Транспортной системы Городского Типа С двумя Образцами Подвижного состава Навесного Исполнения И подвесного Исполнения То есть они Чем собственно Отличаются Один сверху Ездит Второй Подвешен На нижнюю Путевую структуру Вы спрашивали Про систему Управления То есть она Продемонстрирована И здесь Это не просто Юнибусы Которые ездят По какой-то Программе Если он Увидел Перед собой Препятствие Он остановился То есть Сам себя Управляет Интересно Выставки В этот Стенд Модельный Вызывает Не меньше Чем Полноценное Транспортное Средство Что здесь Хочется еще Отметить Немножко Конструктив То есть Что здесь Продемонстрировано Это Прежде всего Две анкерные опоры Которые принимают На себя Усилие От натяжения Струн Это две Концевые опоры Нижняя часть Она по сути Конструктивная Для связывания Этих опор Потому что У нас тут нет Поверхность Поверхность Земли В которой Можно Закрепить И Путевая Структура Сейчас Пусть они катаются Будет веселее Хочется отметить Что Также Продемонстрирована Промежуточная Опора Что такое Промежуточная Опора То есть Анкерные опоры Это Массивные элементы Конструкции Воспринимающие Себя Многотонные Ну Сотни тонн Усилия От натяжения Струн А промежуточные Опоры Это легкие Дополнительные Опоры Установленные С определенным Шагом По трассе От 40 до 50 Метров Этот интервал И Позволяющие Воспринимающие На себя Усилия Боковые В основном То есть Не имея Серьезных Вертикальных Нагрузок Позволяет Стабилизировать Трассу В горизонтальном Направлении Но Что произойдет Например Если Мы Снимем Промежуточную Опору Ну Сломаем То есть Мы имитируем Землетрясение Рухнула Промежуточная Опора Не происходит Ничего Ну да Немножко Пошатнулись Наши Унибусы Но они Выйдут На Следующий Ровный Неповрежденный Участок Трассы То есть Это никак Не пошатнуло Репутацию Технологии Ну Можно и так Сказать По части Путевой структуры Здесь Она Представлена Естественно В упрощенном Виде То есть Одной Струной Но это Масштабная Модель Масштабируя Наш Настоящий Рельс До Размера До масштаба Один Десяти Здесь Уже похоже На рельс Реально Сверху Да Десяти Канаты Десяти Октоволокно Частично Для связи Частично Одно из наших Ноу-хау Это Система Контроля Скажем Состояния Путевой структуры Можно же Наверное И телефонную Связь И интернет Таким образом Передавать Любые данные Цифровой Да и в аналоговой Форме То есть Объем рельсы Мы можем Частично Занять Коммуникационными Линиями А все остальное Заливается Специальным Составом Заливается Бетоном Специального Состава Который Добавляет Жесткость К путевой Структуре И Снижает Шум Издаваемое Предлежение Ну Хочешь Не хочешь На шум Естественно От любого Физического Воздействия Возникает И вот Переходя Снова Возвращаясь К небесу К его Характеристикам Благодаря Всем этим Новшествам И всем Этим Идеям Исполненным Уровень Шума 60 до тебя Придвижен Я думаю Что нужно Объяснить Всем нашим Зрителям Что это Очень мало С чем Это можно Сравнить Ну Мотоцикл Например Это 90 92 до тебя Автобус Это 82 Децибела А здесь 60 Ну Если я Помню Снижение Шума На 10 Децибел Это даже На слух Воспринимается Как в несколько Раз Типа В 2 В 3 А это Не просто На 10 Процентов Ну Это Логарифмическая Шкала Надо понимать Здесь Нельзя Делиться О чисто Человеческом Восприятии Ну Я Чисто Человечески Было Больше Понятно Скажу Что Уровень Шума В бытовом Жилом Помещении Обычно Колеблесов 45-50 Децибел То есть Это Чуть Громче Чем В твоей Квартире Когда ты Там Находишься Тише Чем Ваш Телевизор Когда вы Его Смотрите Понял Спасибо И Хотелось бы Отметить Коль мы Уже Здесь Закругляемся Потому что Начинают Эти люди Посетители Хочется Отметить Расход Энергии Или Топлива На Движение Юнибуса По Данным Которые Мы Представляем Значит На расчетной Скорости В 150 Км Час Двигаясь Постоянной Скоростью Юнибус Будет потреблять 21 КВт Час Энергии Опять-таки Чтобы было Лучше Понятно Переводя Это В расход Условного Топлива Сгораемого Используя Общий Принятый Коэффициент Это 0,25 Литра На КВт Час Мы Получаем 5,28 Литра На 100 Км Пути Как Это Сравнить С Общеизвестными Используемыми На данный Момент Транспортными Системами С Любым Автомобилем Который Двигаясь Легковым Микроавтобусом У нас 14 человек Микроавтобус 14 человек Предположим Что микроавтобус Сумел разогнаться До 150 Км В час Поскольку Далеко Не каждый Сможет Сделать Далеко Не на каждой Дороге Это Можно Делать И это Тоже Его расход Будет составлять Ну Пожалуй Около 15 литров Топлива Не меньше Да У нас 5 Впечатляет Подчеркиваю Еще раз Ну а в городских Режимах На скоростях Ниже 100 Ну например 50 км В час Уже Сразу Даю Перевезенный На топливо Расход Это 1,25 Литра Топлива На 100 Км В пути Ой Скорей бы Все Наступило И последний Вопрос Прежде чем Вы Начнете Работать С посетителями Во-первых Просим Вас Завтра Найти Время И Рассказать О юнибайке И об охранном Модуле А сегодня Все таки Дополнить Хотелось бы Рассказ О О действующих Моделях Тем что Это все таки Не всегда Модель Это может быть И Реальное Транспортное Средство Да Насколько я В курсе Впечатляют Также Те цифры Которые Или Точнее То количество Грузов Я вас понял Это Казалось бы Игрушка Может перевозить Я вас понял Действительно Модель Которую мы так называем Это может быть Самая маленькая Самая компактная Действующая Транспортная система Вот В исполнении Которая Сейчас Стоит На стенде Наш Может перевозить Книги В библиотеках Сыпучие Грузы Там Руду Все что угодно Фантазия Сейчас Будет зашкаливать У наших Зрителей Глубые Мелкие Грузы Ну как Мелкие То есть Данная Путевая Структура Учитывая Вес Подвижного Сустава Который По ней Пойдет Может Взять Еще На борт 30 Килограмм Одна Единица Маленького Подвижного Сустава Ну вот Это Казалось бы И Давайте Просто Посчитаем Двигаясь Со скоростью Скажем Не так Если Они Едут С Диапазоном В Одну Секунду Мы Говорили Про Две Секунды В Большом Исполнении Здесь Все Компактнее Можно Управлять Быстрее Тормозить Быстрее Возьмем Одну Секунду Как Интервал Движения То есть Каждую секунду У нас Проезжает Юнибус Так вот Ну на год Давайте Сразу Выйдем Сколько В год Можем Перевести Это 3600 На 24 На 365 Это 30 миллионов Секунд В год То есть 30 миллионов Юнибусов Проедут В год Каждую Везет На борту 30 килограммов Это Миллион Тон Это Почти Миллион Тон 900 900 Тысяч Тон Почти Миллион Тон Вот Такой Маленькой Транспортной Системы Бой Воистину Мы Рождены Чтоб Сказку Сделать Былью Строй Скайвей Спасай Планету Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите Новости Скайвей В которых Мы Рассказываем Вам О разработках И внедрении Прорывных Транспортных Технологий Сегодня Мы Продолжаем Разговор С главным Конструктором Управления Подвижного Состава Андреем Дмитриевичем Зайцевым Добрый день Андрей Точнее Доброе утро Доброе утро Доброе раннее утро Даже я могу сказать Мы стараемся Работать Пораньше Пока На стенде Еще Есть место Потому что Сегодня Ожидается Как минимум 300 человек Как минимум Итак Мы с вами Вчера Рассказали Нашим Зрителям О Юнибайке О Юнибусе Извините И Моделях Которые Также Могут быть Как Реальное Транспортное Средство Реальная Трасса Для Работы И перевозить Почти Миллион Тон Грузов В год Кто еще Не смотрел Посмотрите Останавливаться На этом Подробно Второй раз Не будем Сегодня же Продолжим Выставку По нашему Стенду Дальше Хочется Рассказать Прежде всего Про Юнибайк Наш самый Популярный Экспонат Который Который Возможно Первым И поедет В Эко Технопарке Невозможно Точно Он полностью Для этого Готов Осталось Вернуться И Его Собрать И настроить И можно Ехать Возможно Я не сомневался В том Что он поедет А в том Что он поедет Первым Потому что Изначально Планировалось Что поедет Юнибус Может они Поедут и вместе Жить покажет Собственно Что такое Юнибайк Еще раз В двух словах Это легкое Транспортное средство Индивидуального Скажем так Малой вместимости Возможно Индивидуального Применения В первых порах Планируется Использование Его В закрытых Зонах Рекреационных Зонах Зонах Отдыха Кампусах Университета Например То есть На каких-то Локальных Площадках Небольшого Размера Хотя В будущем При развитии Транспортной Структуры Скайвей Он может Использоваться И как Транспортное средство Городское Просто Малой вместимости Причем Стоит сказать Что все Наши трассы Городская Легкая Предназначена Для Юнибуса Они все Универсальны В том плане Что любое Транспортное средство За исключением Высокоскоростных Мы говорим О системе Скайвей Системе Скайвей Конечно Они могут Использовать Транспортную Структуру Соседней Ну скажем Грузовую Транспортную Структуру Для перевозки Пассажиров В том числе И наоборот То есть Транспортная Структура Универсальна Универсальна Да Обратно К Виннибайку Легкая То есть Это 650 кг Полной массы Либо для Двух человек С установкой Велогенераторов Позволяющих Вырабатывать Электроэнергию И компенсировать Расход батарей То есть возвращать Электроэнергию В бортовую Систему Что дает Человеку Помимо Занятия фитнесом Во время движения Экономии Времени Скажем Вечером Дает еще Экономию Его кошельков То есть Энергию Которую он выработал И отдал Обратно Батарей Батарей Будет Стоимость Энергии Будет Компенсирована По итогам Поездки Либо Если Велогенератор Не устанавливать В этом же Транспортном Средстве Может ехать Три человека То есть Три пассажирских Места По характеристикам Юнибайка Малый вес Отличная Аэродинамика К слову Сказать Это Коэффициент ЦХ 007 Для этого Транспортного Средства Стальное Колесо Все это Позволяет Минимизировать Затраты Энергии На движение Юнибайка И Ну например При движении С скоростью 100 км в час Юнибайку Нужно 2 кВт Энергии Электричной Для движения Впечатляет Весьма Если в других Цифрах Например При Что более понятно Было Не столь посвященным Скорости 150 км в час Он будет Расходовать Электроэнергии Пересчитанной На расход Топлива Условного Топлива 2,2 литра Условного Топлива На 100 км Пути Это действительно Достижение Ну сравнить Это хотя бы Пассажировместимости Ну с мотоциклом Где тоже Два человека Которые На этой же скорости Расходуют Ну современный Мотоцикл На минимум 6 литров Того же топлива И это же Только начало Мы же будем Развивать И продвигать Эту технологию Естественно Или например Если сравнить Ну здесь уже Стоит вернуться К юнибусу И Делать Такой сравнительный Анализ С нашими инженерами Результат Выложен на сайте Можно всегда Его почитать Было сравнение У нас было сравнение Юнибуса С Ну хотел сравнить С чем-то Актуальным Популярным С Теслами Да Так я просто Напомню цифру Что Понятно Что Тесла Это легковой автомобиль Там 4 человека У нас 14 человек Это маленький автобус Поэтому Чтобы результаты Были честными Мы привели Показатели Либо к юнибусу Теслы Либо Юнибуса к Тесле И даже в этом режиме С учетом Стального колеса Вместо Резиновой шины С учетом Коэффициента Лобового сопротивления То есть Аэродинамики Мы получаем Эффективный Результат 6,5 раз Более эффективный А если считать В чистом виде Без пересчета То есть Уже учитывая Что мы везем Пассажиров 14 человек У нас 4 Мы получаем Почти в 17 раз Экономить Почти в 18 17,8 17,8 Да С какой-то Другой 17,8 17 раз Более эффективный Да За счет чего Это достигается Еще раз Аэродинамика Отсутствие Экрана И Собственно Наш движитель Наше колесо Которое В двух словах Стоит уже показать То есть На этом стенде У нас Мотор колесо Снято С винебайка С целью того Чтобы его продемонстрировать Ну Лазить было бы Не очень удобно Наверх Винебайка Мы его выставили на стенд Это Стальное колесо Как видите Небольшого диаметра Это Синхронный мотор Постоянного тока То есть На постоянных магнитах И Легкая тормозная система Заимствованная У стандартного Серийного мотоцикла Тормозной диск Суппорт Гидравлический Но он вентилируемый Я вижу Все качественно Позволяет тормозить Явно С очень больших Спиростей Мы со скоростью 150 км в час Обеспечиваем Необходимое нам Замедление Причем Обеспечиваем его В принципе Электродинамическим Торможением То есть Рекуперируя энергию Отдавая обратно В бортовую сеть Транспортного средства Что примерно Как Керс Который когда-то Существовал В формуле 1 Да Ну Керс это был Накопителем Механической энергии У нас все-таки Рекуперация Электрической энергии Но смысл тот же Не растратить А вернуть Обратно в систему И повторно использовать Поэтому В этом случае Тормозная система Фрикционная Используется Как запасная И как дополнительная То есть В случае Когда нужно Тормозить Более эффективно То есть В случае Экстремного торможения Мы задействуем Обе системы И электродинамику И фрикционные тормоза По характеристикам Мотора То есть Вот в этом Маленьком Компактном Габарите С весом В 14 килограмм Умещается В номинальном режиме 3,5 киловатта Мощности А в максимальном режиме До 5 киловатт Мощности Суммарно То есть Мы получаем На унибайк 20 киловатт Мощности На борту При этом Помним Что На самом деле Мы тратим Около 2 киловатт При движении В постоянном режиме Этот запас Здесь раз нам нужен Просто чтобы Эффективно Разгоняться И ускоряться Чтобы логистика Передвижения Позволяла нам Выдерживать Тот интервал 2 секунды Который мы Задаем Как минимальный Интервал безопасности Слово говоря Двигаясь С этим интервалом На унибайке Можно перевозить На системе Легкой Транспортной системе Можно перевозить 7200 человек В час То есть В сутки Это примерно 150 тысяч человек Это на Используя Вот такие Двухместные модули Как унибайк Пару слов В конструктиве Наверное Интересно Корпус Это монокок Из композитора Прямо с языка Сняли Это и хотел Спросить Интерьер Максимально Мы постарались Сделать Дружелюбным И интересным И приятным Я смею Напомнить Тем кто Или сообщить Тем кто не смотрел Какой нибудь Наш предыдущий Репортаж Что один Наш самый крупный Немецкий Гость Сказал Что наше качество Лучше Чем у BMW И Mercedes Даже я не слышал Работать Без ложной скромности Замечательно Так Так Что сказать Мультимедийная Да Мультимедийная система Которая в последующем Мы только что говорили Что при выходе Из рекреационных зон При выходе В транспортную систему Эти транспортные средства Развивая их Электронную часть Они могут стать Вашим Индивидуальным помощником В рамках концепции Мобильности будущего Постоим рядом с тем О чем мы говорим Да В рамках концепции Мобильного будущего То есть это не ожидание Венебайка на станции Открывание двери Вручную Потом там Нужно сесть Выбрать куда ехать Вы это все будете делать Заранее Своим мобильным устройством Умным И просто Подходя к станции Уже будет подъезжать Ваш мюнбайк Распахивать дверь Брать вас на борт И везти туда Куда вы пожелали Великолепно Великолепно Все то будущее Все эти футуристические предсказания О которых нам рассказывает Сергей Анатольевич Я вижу уже Воплощаются Со страшной силой Да То есть сохранение Ваших личных настроек По удобству посадки По микроклимату в салоне По вашей любимой музыке Это будет ваш Верный другой помощник Ходовая часть Будет вам всегда Подаваться вовремя И идеально настроенной Обслуженной Правильно ли я понимаю? Нужно думать Про ведение ТО Там заездах на заправку Только о цвете занавесочек Которые вы хотите Повесить на эти Поликарбонатные стекла Типа того Наверное По инибайку пока все И последний экспонат Который обязательно Стоит осветить Вот это Интересное Транспортное средство Которое Внешне Можно Сравнить С моделью Ибо масштабы Совпадают Но на самом деле Это не масштабная модель Это транспортное средство В его реальных Габаритах В реальных размерах То есть это тоже Промышленный образец Как я понимаю Это готовое Транспортное средство Готовое Уже К реализации В рамках Проекта Интеллектуальное ограждение То есть это и охранный модуль И транспортное средство Ну транспортное средство Но потому что Способно перемещаться Ну Оно содержит Начинку Которая позволяет Ему выступать В качестве охранного модуля Но в принципе Может перевозить Наверное все что угодно Можно сказать и другими словами Данная комплектация Это охранный модуль Который Напичкан Электроникой Позволяющий ему Обслуживать Охранять Зону Подлежащую Скажем так Немножко Тавтология А вы можете прокомментировать Картинку Которую мы видим Вот какие-то там лица Как терминаторы Или как хищники Да Секунду Но Если не ставить Эту электронику Это можно перевозить В транспортное средство Как мы говорили вчера Для перевозки Мелких грузов На Супер Супер Легкой Супер Супер Легкой Транспортной Сетей По комплектации Охранного модуля Значит еще раз Что такое Это Проект интеллектуального ограждения Это охрана Каких-то Закрытых объектов Аэропортов Складов Ну чего угодно Каких-то конкретных территорий Либо например границ В том числе границ государства Я думаю рынок здесь неисчерпаемый Для этого продукта Ну уже может Более того Можно и объединить Он может и охранять И перевозить Может быть такое Что установлено Установлена система наблюдения То есть это три видеокамеры Видеокамера В обычном спектре Поворотная На 360 градусов Видеокамера Ночного видения Но Тоже В видимом спектре И инфракрасная камера Для Ночного видения Вот на экран Если мы взглянем Мы здесь показываем Как раз таки картинку Которую видит Охранный модуль Ну В рамках выставки Мы демонстрируем людям В рамках работы Охранного модуля Для чего это нужно Расскажите Информацию аккумулирует И передает В центр управления Для чего нужно Ну К примеру Это мониторинг Охраняемой территории Если охранный модуль Визит Наличие Какого-то объекта Которого там не должно быть Он Распознает этот объект То есть Система детекции Опасности Говорит Системе Это кто Это человек Или не человек Если это человек Это кто Это Свой охранник Или это Лицо Не занесено В базу данных То есть предполагаемо Нарушить Сам сейчас Бабурин Поэтому он его распознает И ничего в этой связи Не предпринимает Виктор Все еще с нами Да примерно так И вот я вас кстати вижу И он точно так же реагирует Значит происходит Дальше что Следующее Охранный модуль Останавливается Возле предполагаемого нарушителя Включается световая сигнализация Включается Шумовая сигнализация О нарушении периметра И происходит вызов То есть сообщение Этой информации На центральный пульт управления Где уже Оператором Либо Более Умной системой Происходит Принимается решение Оператор Либо более умная система Прекрасно звучит Мы уже в далеком будущем Да Соответственно Если это действительно Нарушитель Происходит вызов Службы реагирования Скажем так Которая моментально Приезжает И Ликвидирует Или Делает что-то еще С этим нарушителем Если Короче он сразу же Аннулируется на месте Ну Наверное так То есть В комплектации Этого охранного модуля У нас Мы имеем 30 килограмм Его Собственной массы И Можем добавить Еще 30 килограмм Полезной нагрузки То есть в принципе Чтобы никого не вызывать Сюда можно установить Поражающие Элементы Да хоть какие Электрошокеры Да хоть агренстрели Если это действительно Серьезные объекты И есть на то право То мы Можем предложить Такую Услугу Заказчику Для охранной Границы Во время военных действий Наверняка Это вполне реально Вполне Ну Как то так Спасибо большое Народу уже много Вас Уже ждут Спасибо большое Андрей Дмитриевич За такой прекрасный Разговор Подписывайтесь на наш канал YouTube Следите за обновлениями Новостей На официальном сайте Ужерной группе Компании Skyway В адрес nsvdkc.com Поддержите наш проект И у вас всегда будут Такие прекрасные Грамотные Грудированные И приятные В общении Собеседники Строй Skyway Спасай планету Водный технико-экономический Вебинар уже вечерний То есть дневной У нас прошел И далее будет уже Расширенный технико-экономический Вебинар Водный экономический Технико-экономический Вебинар Просчитан На аудиторию Кто только присоединяется К нашему проекту Skyway И Собственно Мы Всегда Повторяем И напоминаем О том Что Мы продолжаем Вести Эти вебинары Не спроста Потому что Интерес к нашей технологии Возрастает Да Сейчас Я могу сказать Что Более активно В какой-то мере Развивает проект Европейцы Наши Иностранные коллеги И идут Подобные Вебинары И На Других Языках То есть Этих языков Уже Немало Так скажем Личный кабинет У нас Также Переведен На другие языки Но Прямо На это Мы Продолжаем Вести Вебинары Технико-экономические Именно Вводные Как Азбука Skyway Для того Чтобы Люди Которые Только Присоединяются К проекту Skyway Получали Информацию В сжатом Кратком Виде Буквально За 40-50 Минут Для Принятия Решения Как минимум Посетить Вторую Часть Вебинара А как Максимум Совершить Инвестицию На какую-то Сумму Либо Заняться Вообще Если есть На то Связи Адресными Проектами Вспомнить Свои Контакты По Другим Странам Потому Что Именно С помощью Контактной Базы С помощью Наших Знакомых Коллег Друзей И Незнакомых Людей На которых Мы Выходим Посредством Интернета И Развивается Наш Проект На Сегодняшний День Это Несколько Другая Стадия Чем В 2013 2014 Году Но Я могу Сказать Дорогие Друзья Что К этой Стадии Мы Шли Не Сразу Так Квакает Дорогие Друзья Хорошо Ли Меня Слышно Да Коллеги Возможно У кого-то Проблемы С интернет Соединением И Это Проблема На самом Деле Распространена На наш Век То есть У каждого Человека Есть Своя Скорость Интернет Соединения И Все Зависит От того Сколько Вы платите За интернет Но все же Скорость Соединения Достаточно Для Совершения Видеосигнала Для Посещения Подобных Вебинаров И так далее Чего не Скажешь О современной Транспортной Индустрии Инфраструктуры Опять же Если Говорить Про Скорости Я Всегда Это Повторяю Фактически Во всех Сферах Скорости Увеличиваются Кардинально И очень Серьезно То есть Это Финансовая Сфера Совершение Денежных Переводов Сейчас Никого Не удивишь Что В Сбербанке Внутри Сбербанка Можно совершить Денежный Перевод Зная Просто Телефонный Номер Абонента В некоторых Системах Можно по почте Вообще Присылать Денежные Средства Внутри То или иной Платежной Системы Если Говорить Даже Про Такие Слова Как Документы Оборота Различная Отчетность И То что Занимало Недели Раньше Сейчас Занимает 3-4 дня Это Система Крипто Технологии Это Система Блокчейн То есть Распределенных Блоков И Действительно Многие Процессы Сейчас Увеличиваются В положительной Сторону Это Касается Технологического Прогресса Фактически Какие только Изобретения Сейчас Не появились И если сравнивать То что было 10 лет назад Дорогие друзья То Это Небо и земля По сравнению С тем Что имеем Мы сейчас Сейчас Можно С помощью Wi-Fi Удаленно Запустить Сигнализацию Вашего Автомобиля Находясь Совершенно Другой Точке Земного Шара И Это Как раз Такие Такие Блага Пятого Технологического Уклада Сети Интернет То есть Когда Вы в любой Точке Мира Можете Совершить Тот или иной Процесс Связанный Со входом Сеть Интернет Либо Воспользовавшись Wi-Fi Сигналом Когда Вы можете Подкрыть Ваш Ноутбук Запустить Ваш Смартфон Получить Любой Объем Информации Это Необъятные Просторы Так скажем Знаний Именно Сеть Интернет Википедию Ту же Самую Взять И Также Передать Любой Объем Информации Можем Ли мы Это Существить В физическом Плане Именно В плане Перемещения Товаров Грузов И естественно Нас с вами Как пассажиров На сегодняшний день Ответа На этот вопрос Нет Как такового Именно Эффективного Решения И Skyway Это действительно Недостающее Звено В мировой Транспортной Логистике На сегодняшний день Уже пора Решить Проблемы Пробок Проблемы Побилия Фур На европейских Дорогах Вот сегодня Общался с Интересной Женщиной Здании Тоже возможно Начнем двигаться По адресным Проектам По направлению Адресных Проектов И Европейцы Очень сильно Жалуются На то что Да у них Хорошее качество Дорог Да у них Фактически Трафик Может обеспечиваться На автобане Ввиду хорошего Дорог На высоких Скоростях Но все же Скорости Замедляются Потому что На тех же Трассах На тех же Автобанах Едут Фуры И замедляют Движение И что касается Российской Федерации То фуры Вообще Разрушает И без того Не особо Лучшего Качества Автобаны Дороги И если Мы говорим Про железные Дороги То это тоже Не самое Лучшее решение Потому что Скорости На самом деле Перемещение Товаров Грузов Также оставляет Желать лучшего То есть Это 10-15 Км в час Если говорить Опять же Про авиацию Альтернатива Перевозке К примеру Товаров Грузов Авиатранспортом То во-первых Это Те маршруты Которые Никак Не изменить То есть Если Перемещение Идет По России То Наверняка Это будет Либо через Москву Либо через Санкт-Петербург Либо через Казань Но с пересадкой Скорее всего Если это Дальний маршрут Следования И Не стоит забывать Что Фактически За минуту Расходуются Колоссальные Средства На поддержание Эксплуатации В виде Расходования Топлива Бензина Современным Самолетом Ну и То что В принципе Самолет Можно сравнить С бочкой Керосина На которой Мы к тому же Летим И сейчас Это считается Самым безопасным Транспортом Это Также Имеет Место В своем Смысле И Я могу Сказать Что Весь мир На сегодняшний День Желает Абсолютно Безопасный Экологичный Транспорт Который Был бы И дешевым Как при Эксплуатации Так и При пользовании В качестве Пассажира Так и При строительстве Естественно Я могу Сказать Так же Что Все Началось Дорогие Друзья Далеко От Не со Струнного Транспорта Далеко Не с Городского Пассажирского Транспорта Не с Грузового Транспорта Не даже С легкого Прогулочного Спортивно Экскурсионного Транспорта Наших Юнибайков Все Началось В конце 70-х Годов С Создание Концепции Общепланетного Транспортного Средства Который Анатолий Эдуардович Представил Уже В виде Конкретного Проекта Обоснования И Расчеты Все Исследования По этой части Можно Почитать В Научном Труде Как Под Под названием Струнные Технологии На Земле И В космосе И Это Действительно Очень С точки Зрения Технической Исследования И не просто Исследования Там Все Расчеты Сложные Интегральные Вычисления И Самое Главное Там Рассказано Каким Образом Действительно Воплотить То Транспортное Средство Именно Глобальное Мировое Общепланетное Которое Позволит Избавиться От Экологических Катастроф Минимизировать Их Количество Которое Позволит Даже Управлять Дорогой Погодой И Соответственно Сможет Также Тот Факт Осуществляться Как Допустим Латание Озоновых Дыр И Поддержание Необходимого Состава Озонового Слоя Вообще То есть Это Немыслимое Откажется Чем-то На грани Фантастики И На самом деле Когда Анатолий Эдуардович В конце 80-х Годов Представил На Неракетной Конференции По Индустрии Индустриализации Космоса Эту Концепцию Возникло И Понимание И Непонимание Большей части Непонимание Было Когда Анатолий Эдуардович Старался И Пытался Изо всех Сил Прозвивать Это Направление И Продвигать В качестве Воплощения Но На тот Момент Видимо Время Не пришло Дорогие Друзья Поэтому Естественно Мысли Максимально Логически Анатолий Эдуардович Пришел К выводу Что Необходимо Создать Оптимизировать Из Общепланетного Транспортного Средства Действительно Простой По сравнению С глобальным Планетарным Общепланетным Транспортным Средством Транспорт И появился Струнный Транспорт Появился Вначале С первых Набросков С первых Эскизов Были Различные Партнеры Были Различные Общения С олигархами С чиновниками С крупными Предпринимателями Были Также Недобросовестные Партнеры Которые Потом Всплыли Как Недобросовестные Доказав Своими Действиями Подобное Понятие И Хотелось Отметить Несколько Вех Это 2000 Года Когда Сибиряков Сергей Анатольевич Познакомился С лебедем Александром Ивановичем И доказал Необходимость Применения В реалиях И в условиях Российской Федерации На тот момент Еще Путем Диверсификации Максимальной Создания Инновационной Экономики О которой Сейчас Говорят Но В принципе Делать что-то Уже Поздно Потому что Мы видим Высокую Волатильность Рубля На тот момент Можно было Этого Избежать Если Была Принята Стратегия Развития Струнных Технологий И лебедь Александр Иванович Понял Эту Стратегию И Доказал Не Просто Какими-то Словами А делом И Начал Финансирование Первого Технопарка В городе Озера Московской Области С 2001 По 2009 Год Происходили Различные Испытания То есть Фактически ЗИЛ Который Мы называем Уходящий В небо Это Наша История И это Первая Подвижная Лаборатория По Исследованию Характеристик И Вообще Структуры Путевой Струнных Дорог Так как В первую Очередь Полигон В озерах Это Было Испытание Путевой Структуры Это Второе Поколение Струнной Технологии Анатолия Более того Была совершена Презентация Презентация На тот момент Президенту Дмитрию Анатольевичу Медведеву Но Как говорится Тогда еще Время Так же Не пришло И Несмотря на то Что планировалось Выделение Огромной суммы Денег На развитие Технологии Skyway Неизвестные Лица По неустановленным Причинам Какие-то Недоброжелатели Разрушили Технопарк В городе Озеры Демонтировали Полностью Данную Производственную Строительную Площадку И Соответственно Остались Только Нижние части Опор Которые Были Вспилены Вспилены Действительно Актом Вандализма Актом Вандализма Мирового Масштаба Потому что Кто-то Затормозил Внедрение И развитие Той Транспортной Индустрии Той Транспортной Сферы Которая Могла Решить Сегодняшние Существующие Проблемы В мировой Логистике Мировых Государственных Стран И Естественно Различных Корпораций И отдельно Взятых Небольших Предприятий Но Естественно Анатолий Эдуардович На этом Останавливаться Не Желал И Как Крайний Шаг Такой Уже Финальный Шаг Была Рискованная Попытка Начала Крауд Инвестинга То есть Начала Народного Финансирования Я могу Сказать Что Эта Попытка Увенчалась Успехом И буквально Через Считанные Месяцы После запуска Народного Финансирования После Проведения Первой Конференции Гостиница Университетская Это происходило В Москве Я запомню Эту конференцию На всю жизнь Началось Финансирование И те люди Которые Поверили В проект Не имея Никаких Иных Доказательств Как видео Прошлых лет Как Презентация Дмитрия Анатольевича Медведева Как какая-то Первичная Визуализация В виде Вирусных Роликов Именно Первые Вирусные Ролики Рассказывают Что такое Струнная Технология Что такое Транспорт Юницкого И вот На этих Стадиях Когда не было Научно-производственного Конструкторского Предприятия Соответственно Не была Создана Уже Современного Поколения Четвертого Поколения Техническая Документация И Люди Начали Помогать Проекту Голосовать Рублем И становиться Совладельцами Дольщиками Международной Корпорации Skyway На сегодняшний День Уже Фактически Более 600 тысяч Людей Развивает Это направление Естественно Не все Активно Кто-то Просто Зарегистрировался Но Количество Людей Интересующихся Проектом Растет Фактически С каждым Днем То есть Количество Регистрации В проекте У нас Бывает И по 3 И по 5 тысяч За Несколько Дней Или даже За день То есть Это говорит о том Что интерес К проекту Повышается Интерес Более Чем 108 Странах Мира И все Эти люди Желают Чтобы технология Реализовалась Чтобы реализовалась На сегодняшний день Несколько направлений Это городской Пассажирский Транспорт Это грузовой Транспорт Выскоскоростной Транспорт И то направление Которое появилось Менее года назад Это Легкий прогулочный Спортивный Экскурсионный Транспорт Типа Юнибайк То есть Это Можешь сказать Как велосипед 11 века Это Универсальный Велосипед Будущего Ближайшего Самого Будущего И мы не раз Говорили На вебинарах Какая роль Будет У данного Транспортного Средства Так как Это будет Индивидуальное Перемещение Уже при развитии Сети Транснет При строительстве Обилия Струнных Дорог По всему Миру Это уже Будет Использоваться В логике Как сегодня Мы используем Допустим Наши Умные Телефоны Под названием Смартфон И Многие Задают Вопросы На сегодняшний День Мы на эти Вопросы отвечаем Очень кратко Почему же люди Продолжают Инвестировать И почему В 2013 Году Началось Народное Финансирование Оно Умечалось Можно сказать Сейчас Успехом Потому что Люди Желают И люди Это и Директора Это и Рабочий Класс Это и Учителя Это и Медики И Предниматели Бизнесмены И крупные Предприниматели И дебютаты И различные Представители Властей Желают Чтобы Появился Транспорт Абсолютно Социально Направленный Дешевый Безопасный Комфортный И долговечный В плане Самой Путевой Структуры Самой Дороги Чего не Про экологию То Мы все Прекрасно Знаем Что Такие Столицы Как Токио Задыхаются В смоги И Мой город Также Где я проживаю Также Страдает От Обилия Загрязняющих Выхлопных Газов Окружающую Среду И Формируется Целое Облако Смока А Если В совокупности Рассмотреть Насколько Это влияет На Современную Мировую Экологию То Стоит Сразу Вспомнить Ту Конвенцию То Парижское Соглашение Которое Заключили В 2015 Если Не ошибаюсь Году В Париже И Это Было Уже Как Крайнее Такое Действие Когда Уже Фактически Многие События Я имею Ввиду Экологического Плана То есть Многие Катаклизмы Гляд О том Что 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 Нужно Делать С проблемой С глобального Потепления С проблемой Формирования Резкого Изменения Климата И Сегодняшняя Зима Этого Года Она считается Самая Холодная Крайние 60 лет Это Такие Первые Звоночки И Никто Не знает Пройдена Ли точка Невозврата Или Нет Но Все Понимают Что Что Что-то Нужно Менять А что-то Нужно Менять В плане Транспорта В первую Очередь Потому что Автомобиль Во-первых Это Менее Аэродинамичный Подвижной Состав То есть Различные Спортивные Автомобили Имеют В разы Меньший Коэффициент Аэродинамического Сопротивления Ну и вообще Когда вы будете Выносить Транспорт На второй Уровень Сразу Аэродинамика Увеличивается В два Раза Если Говорить Про Городской Пассажирский Транспорт И Это Действительно Стоит Того Чтобы Рассказать Соседу Знакомому Что Знаешь ли ты Теоретически Может быть Икарус Допустим Либо Маршрутка Более Эффективные По Топливопотреблению Чем К примеру Спортивный Автомобиль Естественно Ответ Будет Что Ну Скорее всего Ты шутишь И это Невозможно Так вот Коэффициент Аэродинамического Сопротивления Городского Пассажирского Транспорта Которого Может Сравнить С воздушным На затраты Топлива Это примерно 5,9 литров При скорости До 150 Км в час То есть Естественно Если это будет Скорость К примеру 50-60 Км в час То и все 2 литра Можно Расходовать В виде Городского Пассажирского Спорта То есть Это Кажется Какой-то Действительно Фантастикой Какими-то Вымыслами Но Это Абсолютная Реальность Которую мы будем Показывать Уже в конце Ноября И все Убедятся Что Технология Работает Технология Демонстрируется В движении И что Действительно Можно Значительно Экономить И материалов И топлива И энергии При эксплуатации Многие страны Сейчас Говорят Что Необходимо Переходить На альтернативную Энергетику Но Даже Это Не является Решением Необходимо Просто Создать Глобальную Новую Инновационную Абсолютно Экологичную Транспортную Инфраструктуру Причем Не только В отдельно Взятых Странах Но и Во всем Мире Если Говорить Про бизнес Который Это направление Сформирует То Я хотел бы Привести Сравнение С исследованием McKinsey Про рынок Интернет То есть Это Новейшие Такие Изобретения Как Дополненная Реальность Виртуальная Реальность Как Искусственный Интеллект Как Технологии Машинного Обучения Недолго К тот Час Когда У нас Появятся Сверх Мощные И сверх Профессиональные Переводчики Которые На уровне Человека Смогут Переводить Буквально Встроенные В какое-то Устройство И Весь этот Рынок Оценивается Примерно В 10 Триллионов Долларов У нас Есть Проекты Которые Глобальные Масштабные По продаже Пищевого Пищевого Льда По продаже Чистой Питьевой Воды А чистая Питьевая Вода Также Является Очень И серьезным Бизнесом И серьезной Задачей Проблемой Потому что Более 85% То и к 90% Приближается Мы Пьем Нечистую Воду И Естественно От этого Формируется Заболевание Что Выгодно Фармацевтической Промышленности Но Все Государства Понимают Что Необходимо Эту Проблему Решать И Даже В этом Плане Технология Skyway Является Спасительным Кругом Если Говорить Про Сравнение С Железной Дорогой Допустим Или С обычной Автомобильной Дорогой То Струнная Путевая Структура Это Совершенно Иное Это Абсолютное Ноу-хау Начиная От Самого Рельса И Заканчивая Промежуточными Опорами И Анкерными Опорами Которые Будут Принимать На себя Нагрузку Внутри Балки Вы Которые Являются Струнным Рельсом Вы Видите Преднапряженные Стальные Канаты Стальные Проволки Они Могут Быть Совершенно Различной Толщины В зависимости От Исполнения Они Закрепляются Далее По Моноличиванию Идет Спец Бетоном Также Внутри Путевой Структуры Могут Быть Все Виды Цифровых И Аналоговых Сигналов Зашиты В виде Оптоволокна Также Использоваться Сеть Вайфая Сеть Интернет Более Более Оптоволокно Является Ноу Хау Для Анализа И Детектирования Состояния Путевой Структуры Если Допустим Деформации Не то что Деформации А какие-то Возникают Факторы Которые Стоит Учесть Так как Все-таки Передвигаются Пассажиры И Передвигаются Даже если Говорить Про Грузы Это естественно Будут И Ценные Грузы В том числе И далее Ставится Головка Рельса Вот Преднапряженные Стальные Канаты Позволяют Достигать Во всем Температурном Диапазоне Отсутствие Температурных Швов И Вообще Шумовые Эффекты При движении Юнибуса При движении Выскоскоростного Транспорта Они будут Примерно На уровне 60 дБ То есть Это Чуть Погромче Чем У нас В комнате Допустим Атмосфера Тишина Так скажем И Чуть Чуть Потише Когда На полную Громкость Звучит Допустим Наш Телевизор Вот Подобных Шумовых Эффектов Современная Транспортная Инфраструктура Не достигла И скорее всего Не достигнет Но дорогие друзья Это все Не имело бы Никакого Значения Если Мы не будем Говорить Про конкретные Результаты На Экотехнопарке Стоит Помнить О нескольких Датах То есть Это естественно Июнь Заключение Первого Договора Аренды Земельного Участка В городе Марина Горка И Если Уже Так Дальше Шагать То 20 Октября У нас Было Открытие Нулевого Километра Вы видите Модель 1 К 10 О которой Мы также Расскажем На Сегодняшнем Расширенном Технико-экономическом Вебинаре И В сентябре Была Продемонстрирована Эта модель Также В сентябре Была Первая делегация Рода Хука Делегация Наших партнеров С Австралии Которые Будут Как раз Таки В конце Ноября С представителями Крупнейшей Инфраструктурной Организации Строительной Проектной Организации Компании Аурикон И зимой Были установлены Уже 19 промежуточных Опор 19 является Стальной Для демонстрации Того Что Струнная Путевая Структура Может Приходить На Любой Тип Рельефа Местности Независимо От климатических Условий И так далее И тому подобное Дорогие друзья Вот то что Сейчас я Листаю на слайдах Это уже Является Историей 23 апреля Вот Казалось бы Вчера Был Экофестиваль Но Уже Мы Параллельно Начали Строительство В мае 2016 года Легкой Прогулочной Трассы Совмещенной С городской Пассажирской Трассой По которой Поедут Юнибайк И Юнибус На Одной И той же Путевой Структуре Это Также Уникально Это Также Является Ноу-хау И Если Говорить Про Следующий Этап То В июле Началось Соответственно Строительство За параллельное Уже Грузовой Струнной Системы Началось Рытье Первых Котлованов И Фактически Уже На тот Момент Три Направления Даже Четыре Направления Развивались Вместе То есть Это Все Направления Про которые Я говорил Ну и Помимо Этого Есть Направление Струнного Интеллектуального Уграждения Есть Охранный Модуль И даже Модели Один К десяти Также Могут Выполнять Определенные Функции 20-23 Сентября На выставке Инотранс Были Продемонстрированы Подвижные Составы Это был Фурор Не побоюсь Этого Слова И оценили Ведущие Инфраструктурные Специалисты Президент Вице-президент Компании Сименс Который Попросил Пригласить Когда это Все будет Демонстрироваться В движении Будет Отработано Видим В будущем И Было Рекордное Количество Действительно Посетителей Многие Соседи Наши Спрашивали В чем же Секрет Почему У вас Так много Посетителей Почему Такой Большой Интерес Ну а как Может быть По-другому Дорогие Друзья Если Создается Инновационная Технология И Если Раньше Этого Всего Не Было Это Действительно Дань Интереса Дань Уважения Серьезных Организаций Корпораций Которые Говорят О том Что Вот Вы Являетесь Как раз Таки Тем Промежуточным Звеном Которое Недостает Современной Транспортной Инфраструктуры Благо Они Не Воспринимают Нас На Как Конкурентов И так Далее И Это Действительно Своевременно И Правильная Стратегия Выставленная Группой Компаний Skyway Чтобы Воспринимались Мы На том Или ином Этапе Так Как Нужно Именно И 10 Ноября Вы Видите Уже Началась Установка Началась Установка Струнных Рейсов Легкой Трассы И Они Были Установлены Для Уже Подготовки К концу Ноября Вы Видите В каком Уже Виде Находится 10 Ноября Наш Транспортно Логистический Узел Совмещенный С Концевой Первой Анкерной Опорой Вы Видите С высоты Птичьего Полета Это уже как выглядит Уже в зимних условиях И Уже Следующую Зиму Переживает Абсолютно Нормально И Абсолютно Здраво От Наш Экотехнопарк Это Уже Также Вот Вы видите Замытые Участки Но Здесь Являются Недоступным К нашему Вниманию Различные Элементы Ноу-хау Путевой Структуры И закрепления На концах Анкерных Опор И 21 Ноября Я эту презентацию Дорогие друзья Как обычно Ссылочку Сброшу Пользуйтесь Скачивайте Инструкция По скачиванию Будет В конце В сообщении Уже Как я передам Слово Сергею Анатольевичу Сибирякову Я обязательно Эту ссылочку Сброшу Потому что На данный момент Это является Великолепной Аргументацией Что Мы не говорим Мы делаем Мы строим И уже Первые 40 метров Ферм Фермы Были установлены Если говорить Про Выскоскоростную Трассу Совмещенную С городским Пассажирским Транспортом Это Отработка Технологии И Скорости Будут Увеличиваться И Сама Технология Будет Еще Больше Прогрессировать В плане Отработки И это Дорогие друзья Закладка На тот Потенциал Когда Мы начнем Вначале Строить Сотни километров Дорог Затем Тысячи Затем Десятки Сотни Тысяч И выйдем На первый Миллион Километров Дорог Как говорит Родхук Теоретически Мы выйдем На первый Миллион Километров Дорог Максимум Через Десять лет Это Такие Вот Как бы С запасом Естественно Прогнозы Как это Будет В будущем Мы увидим Но я думаю Что будут Активно Наблюдать Все те Люди Которые Будут Присоединяться К проекту Skyway Потому что Да Когда Даже Закончится Финансирование Корневой Компании И вход В головную Компанию В качестве Инвесторов Совладельцев Дольщиков Будет Закрыт Будет Возможность Также Заниматься Инвестированием В те адресные Проекты Которые Позволит Головная Компания В которых Будет Требоваться На первых Стадиях Помощь И Что-то Мне подсказывает Мы это Сделаем И будем Делать И запустим Еще Не один Адресный Проект Сергей Анатольевич Вам слово До скорых Встреч На второй Части Вебинара Дорогие Друзья Спасибо Алексей Приветствую Друзья Как видно Как слышно Я тогда Сейчас Показать Перископ Не буду Вот На эту Завершающую Часть А когда Будет У нас Как всегда Кофейная Пауза Или рекламная Пауза Как мы Называем Вот Мы тогда Запустим Перископ Потому что Вот Последние Трансляции Показали Что там Уже По Ну где-то По две С половиной Один раз Даже до трех Тысяч Доходило Естественно Что это люди Которые входят Не подгады Смотрят Но многие Из них Потом Остаются Регистрируются И в скайпе Регистрируются В Вконтакте У нас И соответственно Дальше Начинается Работа По Скайвэям Я друзья Извиняюсь Днем Не смог Включиться Хотя Слушал Прослушал Весь вебинар Вот Через мобильный телефон Но Мы живем В век цивилизации Друзья Здесь К этому Надо Относиться Тоже Спокойно Что не у меня В доме Я к этому Уже подготовился У меня Есть резервный Генератор Есть аккумуляторы Поэтому Даже когда Отключают Свет У меня Интернет Работает Если Есть Входящий Сигнал Вот А сегодня Случилась Авария В электричестве У провайдера Это у нас Истринский район Вот И соответственно У меня Мобильный Интернет был А вот Это у моего Выделенного Оптикового окна Оно не работало И поэтому Я сегодня Только по мобильному Телефону А он уже Не тянет Комнату Поэтому Я слушал Вот Я вошел Но Поучаствовать К сожалению Не смог Это не от нас Зависящее Обстоятельство Но Могу сказать Что Алексей Блестяще Справился То есть Он Отлично Дает Уже Водную часть Я с большим Удовольствием Слушаю Всем рекомендую Когда Мне уже Очень много пишут Вот хочу Идти Там Встречаться С чиновником С чего начать Что говорить Я говорю Друзья Первое С чего Вам надо Начать Это Послушайте Вводный Технико-экономический Вебинар Алексея Суходоева Вы сразу Поймете Что Как Делать Как Аргументировать Как Показывать А потом Уже Будете Со мной Второе Друзья Конечно Я вижу Вот эти Фотографии Слайды Которые Сейчас Алексей Показывает Уже Последние Я На прошлой неделе Как раз Летал В Германию Уже Встреча С инвесторами Это У нас Такая Ежемесячная Традиционная Традиционная Встреча Так Чуть Погромче Вот так Лучше Сейчас Звук Хорошо Друзья Как Обратная Связь Добавил Звуку Сейчас Лучше Нет Все Отлично Потому что Сильно Громко Если Переводить Он будет Нет Поэтому Вот те Презентации Которые Сейчас Идут Те Слайды Которые Идут Конечно Друзья Так Еще Немного Плосят Да Ну давайте Отстроимся Чтобы уже Потом Не отвлекаться На это Вот так Добавил Громкости Сейчас Нормально Все Отлично Андрей Спасибо Вот И Сейчас Вот эта Презентация Со слайдами То что Мы с Алексеем Отрабатываем И я Очень Рекомендую Вам серьезно Как бы Относиться Потому что Мы постоянно Произносим Что Друзья Мы не Просто От того Что нам Нечего Делать Или Вот мы Одно Тоже Для новичков Как попугаи Рассказываем Эти презентации Просто мы знаем Сейчас Обратную связь Мы знаем Многих людей Которые Используют Поэтому Друзья Те презентации Ссылки На которые Сбрасывает Алексей То есть Вот эта Хронология Это Сегодня Друзья Самая Большая Аргументация Которая Только Может быть Когда Вы Рассказываете Про Сайвэй То есть Вы Рассказываете То Что Есть Вот Ну и Сейчас Уже Очень Многие Когда Мне задают Вопрос С чего Начинать Я говорю Друзья Берете Фотографии Репортажи С 29 Ноября И их Отсылаете Они говорят Ну еще Жих Нету Я говорю Будут Друзья Это знаете Как в хорошем Таком Старом Еврейском Анекдоте Когда Говорят Что Мама Жарьте Рыбу А рыбы То нет Мама Вы Жарьте Рыба Будет Поэтому Сейчас Друзья Мы говорим Вы Рассказываете О презентации Рассказываете О запуске Проекта Говорят Он же еще Не запустился Он запустится Вы рассказываете Вот Поэтому Друзья Мы подошли Сейчас К той Замечательной К тому Замечательному Этапу И я вам Уже Не раз Говорил Что я С несколькой Завистью Смотрю На молодых Ребят Которые Презентуют Как Алексей Презентует Как Виктор Бабурин Когда он Показывает Слайды Показывает Все что Сделано Потом Переходит Уже Анимацию Ребята Вот мы До этого Пошли Вот мы Это Делаем Вот мы Это Сделаем Ну а еще Как доказательную Базу Вот вам Несколько Фотографий Что мы Делали 15 лет Назад В озерах И таким Образом Получается Очень Аргументированная Очень Взвешенная Презентация Которая Показывает Обосновывается Конечно Друзья Это Дорогого Стоит И Я как Участник Событий Которые Были 15 лет Назад Когда Мы Каждую Опору Каждую Гайку Целовали И думали Что Вот Сейчас Изменится Все И потом Когда Этот полигон Уничтожили Вандалы То Конечно Было Полное Непонимание Что происходит И как Сейчас Когда идет Опять Новое Строительство И когда Я бываю На всех Этапах И постоянно В экотехнопарке И сейчас Есть абсолютная Уверенность Что Сейчас То что Мы начинаем Демонстрировать Делать Показывать Это тоже Переворот В транспорте В технике Восприятии Вот И Конечно Друзья Когда Есть на что Опереться И когда Мы сегодня Заявляем Что У нас 108 Стран Акционеров Партнеров Которые Участвуют В проекте Что Уже Там Приближается К 150 Тысячам Тех Кто Активные Акционеры И уже Активно Идет Уже Перешло За 700 Тысяч Последние Цифры Не подбивали Но явно Они уже Подходят К 800 Соответственно Активных Участников Проекта О том Что Сегодня Идут До Я могу Сказать Уже До Полутора У нас Рекорд Был До Трех Тысяч Регистраций День Это Конечно Друзья Настолько Активный Рост Сейчас Идет Проекта И мы С Алексеем Как и Постоянно Общаясь Сейчас Уже С западными Инвесторами Партнерами Акционерами У нас Каждый месяц Идет Презентация В Чехии Словакии Братиславе Сейчас Алексей Летит В Татры Я только Что Прилетел С Ганновера Там Где у нас Каждый месяц Идет Встреча С инвесторами Сейчас Запускается Процесс Каждый месяц Будет Презентация Для Испанских Ну На Пальма Де Майорке Тоже Партнеров То есть И соответственно Соотношение Между Российскими Белорусскими Украинскими Инвесторами Которые Были всегда Подавляющий Приоритет Подавляющее Большинство Последние Два года Начиная С мая Этого Года Процентное Соотношение Стало Меняться 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 И сейчас Наши Западные Партнеры Все Более И более Активно Входят Потому что Мы стали Для них Понятны Мы стали Уже Открытым Проектом Продемонстрирующий Результаты Мы показали Как команда Что Юницкий Создал Команду Инженеров И они Выполняют Сложнейшие Задачи И Инотранс Берлинская Выставка Команда Может проектировать И создавать Такие машины Сейчас Естественно Все ждут Ходовых Испытаний И Начиная С 29 Ноября Начнется Уже Постепенный Друзья Это Такой Рутинный Процесс Демонстрации Показа Который Будет Постоянно Постоянно Теперь Показывать Возможности Технологии И Соответственно Исходя Из этого Друзья Мы С вами Переходим Теперь В следующую Стадию Это Уже Привлечение Профессиональных Инвесторов Крупных Инвесторов Следующий Момент Это Уже Привлечение Чиновников И Тех От Кого Зависит Уже Запуск Адресных Проектов Это Тоже Мы С вами Будем Суждать И Сделать У нас С вами Следующим Этапом Это Запуск Уже Работы Своего Инвестиционного Фонда Который Будет Выбирать И Определять Проекты Это Все Друзья Как раз Естественное Развитие Проекта Который Много Задает Вопрос Будем Ли Мы Заниматься И Связываться С банками Создавать Свою Банковскую Структуру Пока Таких Ну Не то Что Пока Таких Планов Друзья Все Что Будет Необходимо Мы Будем Делать На Сегодняшний Момент Мы Активно Прорабатываем Вопрос Работы И По Технологии Блокчейна Защиты Сегодня И Реестра Акционеров И Система Расчетов Использования Криптовалюты То есть Мы И Работаем Уже С Существующими Сегодня Криптовалютами И Сегодня Есть Мысль Подумать И Проработать Вопрос О Создании И Своей Криптовалюты И Своей Платежной Системы Тоже Решение Скорее Всего Будет На Весну Но Что То Мне Подсказывает Что Нам Прежде Чем Или Вместо Того Чтобы Пользоваться Сегодня Уже Существующими Криптовалютами И Платежными Системами Исходя Из Масштабности Проекта Исходя Из Континентов Которые Нахватывают Это Все Континенты И Хотя Из Стран Это Уже 108 Стран Исходя Из Участников Мы К весне Далеко Перешагнем За Миллион Я Думаю Что Друзья Мы Все Таки Придем К Выводу И Целесообразности Того Что Будем Делать И Свою Криптовалюту И Свою Платежную Систему Но Это Друзья Несколько Такого Будущего Вопроса Пока Мы Работаем С Лучшими Командами Которые Сегодня Делают И Своя Команда Создается И И Специалистов И Тех Кто Работает В Валюте В Расчетах Вот То Это Друзья Тоже Естественное Развитие Которому Мы Сейчас Подошли И Которое Сопровождает Сейчас Проект Поэтому Мы Все Ближе И Ближе Как раз Подходим К Точке Отчета Причем Друзья Это Настолько Плавный Переход Мы Всегда Очень Много Произносили И Юницкий Любит Произносить Такое Понятие Как Горизонт Целей То Мы Ставим Цель Задачу Потом Мы Подходим Но Это Друзья Как Горизонт Как Только Вы Подходите К Точке Это Не Значить Что Там Конец Или Там Горизонт И Там Дальше Нет Мы Подходите Мы Сразу Видим Что Следующие Возникают Цели Задачи Следующие И Так Далее Поэтому Друзья 29 Ноября Которому Мы Сейчас До Этого Это Был 21 Сентября То Запуск Инно Транс Когда Мы Всему Миру Показали Что Существует Что Инженерная Школа Юницкого В состоянии Выдавать Технические Решения Которые Могут Претендовать На то Что Могут Изменить Сегодня Облик Всех Абсолютно Городов То есть Убрать Проблему Пробок Они Могут Реально Претендовать На решение Экологических Вопросов Когда Можно Реально Ставить О том Что Сегодня 2-3 Миллиарда Тон Нефтебруктов Можно Не Сжигать Для Перемещения И Получать Те же Качественные Транспортные Услуги Сегодня Можно Говорить О том Что Есть Огромное Количество Территорий Неосвоенных Месторождений Которые В принципе Не могут Осваиваться С помощью Автомобильного Железнодорожного Либо Другого Транспорта И только Струнный Транспорт Инженерной Школы Юницкого Может Ставить И решать Такие Задачи Это Друзья Те Решения И Декларации Которые Заложены В технологии И Как Мы Уже Не раз Говорили Что Эко Технопарк Его Задача Это Декларации Переводить В демонстрацию И Что Друзья Мы С вами Как Раз Сегодня Активно Подошли Как Бы Не На Нас Пытались Сорвать Зло Или Облить Грязью Или Оклеветать Или Еще Что Доброжелатели Конкуренты Не Важно Кто Друзья Ведь Вы Замечаете Что Вот Этих Засланцев Которые Просто Гавкают И Гавкают Становится Все Меньше И Меньше Потому Что Друзья Вот Это Тупое Аргументирование Или Тупое Желание Сорвать Вебинар Или Любую Конференцию Они Сегодня Ни К чему Не Приводят Во-первых Мы Научились У У Подготовленная Команда Бойцов Которые Очень Быстро Реагируют На Такого Рода Хулиганов Ну А Самое Главное Сколько Можно Кричать О Что Юницкому Нечего Показать Юницкого Ничего Нет Что Он 40 Лет Говорит Одно И То Понимаете Друзья Те Кто Слезит За Проектом Особенно За Те Презентациями Которые Делает Алексей С Теми Кто Может Анализировать Тот Кто В Состоянии Принимать И Оценивать Информацию Он Понимает Что Происходят Очень Важные События Что Они Происходят С колоссальной Скоростью Дальше Друзья Могу Сказать Что Эта Скорость Будет Только Увеличиваться Она Будет Только Расширяться По Географии По Проектам По Привлекаемым Людям Фондам Компаниям Размаху Строительства И так далее И так далее И так далее Поэтому Здесь Я могу Сказать По Опыту Который Сегодня Как бы Идет Антон Дуарыч Тоже Нарабатывает Сейчас Именно Как Уже Генеральный Директор Генеральный Константор Ну Кстати Как Генеральный Директор Тоже Тут Сейчас Изменения Определенной Структуры Именно Организации Управления Скайуэй Потому Что Все Таки Мы Много Очень Часто Говорили Юницкому Что Анатолий Дуарыч Заниматься Организационной Работой Офисной Работой Организация Строительства Для этого Есть Очень Много Специалистов И Можно Найти Привлечь Людей Которые В состоянии Этого Делать А вот Если Мы Вместе Все Соберемся То Мы Не Сможем Делать Тех Чертежей Тех Решений Которые Сегодня Может Давать Автор И Глава Инженерной Школы Вот И Поэтому По Многочисленным Как бы Таким Настоянием Юницкий Все Больше Сейчас Отходит От Оперативного Управления Компании К Именно Решению Инженерных И Вопросов Связанных С работой Генерального Конструктора Я Давно Об этом Говорил Это Абсолютно Правильно Вот И Сегодня Он Подготовил Целую Ну Скажем Так Замену Себе Как Генеральному Директору Менеджеров И Постепенно Под Таким Очень Чутким Руководством Передает Им Управление Для того Чтобы Больше Времени Сосредоточиться На Строительстве И Именно Научных Технологических Инженерных Решениях Потому Что Этих Задач Будет Решаться Все Больше И Больше И Задачи Которые Сегодня Уже Дают Наши Заказчики Они Расширяются И По Географии И По Применению Задач И Даже По Разности По Постановке Самой Задачи Это И От Перевозки Угля Руды Перевозка Литиевой Воды Соли Это Перевозка В вечной Мерзлоте Перевозка Сегодня Пассажиров В городском Цикле То есть Со Скоростями 150 Км Час Это Перевозка Уже Пассажиров Со Скоростями 500 600 Км Час Сегодня Уже Формируется Заказ И Здесь Скажем Спасибо Большое Нашему Такому Прямому Конкуренту Это Технологии Hyperloop Которая Сегодня Декларирует 1200 Км Час И Сегодня Уже Я могу Открыто Сказать Юницкий Это Не Скрывает Что Инженерная Школа Skyway Инженерная Школа Юницкого Сегодня Способна Предложить Концепт Способна Предложить Технологию Которая Также Выйдет На скорость 1250 Км Час Но Технология Строительства Эксплуатации И Инженерные Затраты И технологические Затраты Которые Будут На порядок Дешевле Чем Сегодня Декларируют И скоростные Железные Дороги И Hyperloop Но Это Несколько Забегая Следующий Шаг Почему Об этом Сегодня Надо Уже Говорить Потому Что Потребность В гиперскоростях Сформирована Сегодня Уже много Отлуждаются Вопросов За 1 час Из Лондона В Париж За 3 часа Из Лондона В Нью-Йорк Сегодня Эти вопросы Обсуждаются И Естественно Очень много Уже Юницкому Как автору Инженерной Школы Сдают вопрос А технология Skyway Способна Решать Такие задачи Сегодня Ответ Однозначно Да Сегодня Есть Низкоскоростной Как мы это Называем Но это 150 Км Час Сегодня Есть Скоростное Движение Это 200 300 Км Час Есть Сверхскорость Это 500 600 Км Час И Сегодня Однозначно Можно утверждать Что следующим Этапом Это будет Гиперскорость Skyway Которая Будет Давать Скорость 1250 Км Час Но При этом Друзья Будут Совсем Другие Характеристики По строительству Совсем Другие Характеристики По эксплуатации И Совсем Другие Значения Которые Сегодня Декларирует И Авиация Наш Конкурент С точки Зрения Перевозки Пассажиров Мы их Называем Теродактиль Цивилизации Они Отходят И отживают Свой Век И По мере Того Как будет Входить Именно Гиперскорость Неважно Это Хайперлуп Или Скайвей Авиация Будет Постепенно Уходить Это Друзья Естественный Процесс С точки Зрения Конкуренции С другими Технологиями Это Магнитным Подвесом Или Сегодня Другими Скоростными Железными Дорогами Здесь Я могу Сказать Что Уже Как Являясь Последователем Являясь Учеником Именно Инженера Я могу Сказать Что Никто Сегодня Конкурировать С технологией Скайвей Не в Состоянии Потому Что Технологические Решения Которые Есть Это Друзья Осталось Сейчас То Что Я Говорю Друзья Это Ни в Коем Случай Не Хай Конкурентов Здесь Как Вы Понимаете Я говорю Сейчас Все Очень Корректно Очень С точки Зрения Выверено Здесь То Что Юницкий Говорил В интервью Когда Отвечал Ряду Злопыхателей И В статье Которую Он Считает Единственным Мерилом Инженерной Мысли Инженерного Решения Является Его Демонстрация Друзья Единственное Все слова Вся болтовня Все утверждения Без Демонстрации Ничто Поэтому Инженер Юницкий Всегда Говорит Что Друзья Пока Мы Это Не Увидим Не Пощупаем И Не И И И И И И Все Остальные Декларации Ничего Не Стоит Поэтому Сегодня Мы Со Всеми Нашими Конкурентами Партнерами Мы Говорим Друзья Только На наших Испытательных Полигонах Мы С вами Будем Сравнивать Будем Изучать Будем Смотреть И Поэтому Мы К Этому Процессу Уже Приступили И Дальше По Мере Того Будут Подходить Другие Конкуренты Будут Подходить Другие Технологии Будем Сравнивать Будем Действующие Образцы Только Инженерные Машины И Только Действующие Построенные Путевые Структуры Ничего Друзья На бумаге Ничего Из головы Ничего Из Бла 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 Все Друзья Разговоры Уходят В прошлое Все Друзья Говорить О том Кто Лучше Hyperloop Или Skyway Ответит Только Полигон Когда Будет Продемонстрировано Испытано Получены Результаты И Эти результаты Будут Проанализированы Вот Поэтому Исходя Из этого Друзья Исходя Из тех Расчетов Которые Сегодня Есть Исходя Из тех Характеристик Которые Закладываются В Skyway Я могу Сказать Что Сегодня Не существует Технологии Которая Хотя бы Близко Может Приблизиться К тому Что Сегодня Начинает Демонстрироваться С 29 Числа На Мариной Горке Под Минском То есть Это Друзья Начало Пути Это Небольшой Такой Шажок Потому что Будет Продемонстрировано Пока Только Юнибайк Движущийся По Пролетами 200 И 400 200 метров Вот Постепенно Будут Усложняться Утяжеляться Машины Постепенно Будут Улечиться Но Друзья Для Нас Почему 29 Ноября Это Очень важно Это Начало Именно Той Работы Хотя Кто Понимает Друзья Вот Эти фотографии Которые Сейчас Показаны Балки Которые Есть Испытания Которые В цеху То есть Эта Работа Уже Идет Но К сожалению Она Понятна Только Для Специалистов Она Находится Если Говорить Терминологией Шестого Технологического Уклада Это Эмбрионное Состояние Технологии Когда Она Развивается Внутри И Ее Не Видят Все Обыватели Ее Знают Только Специалисты Конкуренты И Те Кто Работают В Робкие Шаги Слабенькие С Небольшими Скоростями Сразу Пойдет Куча Критики Друзья С Наших Конкурентов Что Обещали Скорость 150 А Их Юнибайк Еле Еле Там Ползет 10 Километров Ну Друзья Как Вы Знаете Ребенок Когда Рождается Он Не Сразу Бегает Хотя Через Полтора Года Я Могу Сказать Носятся Так Что Все Углы Только Шаг И Дальше Это Будет Только Разгоняться 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 Вот И Уже За Семнадцатый Год Скорости Должны Выти За 200 Километров Час Восемнадцатый Год Это Уже Скорость Приближения К 500 Километров Час Это Строительство Уже Сначала Строится Разгонный Участок Потом Будет Уже В семнадцатом Году Продолжаться Дальше Уже Выходить Скоростной Участок То есть Это Друзья Все Уйдет И Линейка Соответственно Юнибайков Юнибусов О них Только Юнибайков Будет Около Десятка Конфигураций Разновидностей Юнибусов Не знаю Только Те Которые Я видел Это 20-25 Вариантов Которые Только Часть Из которых Будет Показано Уже Этой Весной А это И Четырех Местные Восьми И Шестнадцати И так Сидячие Стоячие Лежачие Всякие Будут Поэтому Друзья Этот процесс Активным Образом Сейчас Идет И мы С вами Постоянно В Экотехнопарке Будем Видеть Демонстрацию Технологий Сначала Будет Декларироваться Задачи Для которых Они решаются А потом Демонстрация И этот процесс Будет бесконечный Он начинается 29 ноября А Коца Этому Процессу Я думаю Что Ближайшие 100 лет Не будет Ну вот Друзья Это Для тех Кто Исчерпывающе Получил Для себя Информацию И решил Что Со Скайвеем Ему Больше Не по Пути Для Этому Мы С вами Прощаемся Мы Будем Только Пересекаться Как Пользователи Скайвея Либо По адресным Проектам Ну а Для тех Кто Друзья Продолжает Работать Тот Кто Скайвеем Серьез И надолго Значит У нас Сейчас Друзья Небольшая Пауза Как мы ее называем Рекламная Пауза За которую Показываем Основные Репортажи Которые Надо Так Одни Сказки Рассказывайте О Наконец-то Появился Так сказать А то уж Я думал Как бы Что Совсем Без Без Наших Любимых Троллей Вот Жить Жить Как-то Даже Стало Скучно Приветствую Друзья Так сказать Рады Приветствовать Вас На Нашем Нашем Мероприятии Так вот Друзья Значит Как раз Ту мысль И ту Последнюю фразу Которую я обычно говорю Что Друзья За последние 15-20 лет Жизнь изменилась Радикально Это интернет Пятый технологический уклад То что мы с вами делаем Жизнь изменит Еще более радикально К этому надо Привыкнуть Это надо осознать А мы как раз Та команда Та технология Та компания Которая Это не говорит А это реализует Будьте с нами И вы еще сможете В этом поучаствовать Все друзья Небольшой перерыв На рекламную Паузу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok